Друзья, всем большой привет! Сегодня хочу с вами поделиться мнением советского танкиста о немецком танке Т-4 или Panzer IV. Кстати, ранее я уже выкладывал его воспоминания об испытаниях Т-44 на полигоне, настоятельно рекомендую ознакомиться. Ссылка на ролик будет в закреплённом комментарии. Ну что, приступим. Цитирую. «За время службы в армии мне довелось иметь дело со многими танками ИСАУ. Я был механиком-водителем, командиром машины, зампотехом батареи, роты батальона, испытателем в Кубинке. Каждый танк имеет свой нрав по управлению, по преодолению препятствий, специфику выполнения поворотов. По лёгкости управления я бы поставил на первое место немецкие танки Т-3 и Т-4, по манёвренности Т-34, Т-44 и Т-54, по плавности хода по неровностям местности ИС-3 и ИС-4. Механиком-водителем Т-4 я стал в феврале 44-го года, когда после госпиталя попал в 26-ю отдельную роту охраны штаба 13-й армии 1-го Украинского фронта. В броневзвод роты входили трофейный танк Т-4, два американских колёсно-гусеничных бронетранспортера и два броневика БА-64. Немецкий танк в сравнении с моей дорогой Коломбиной Су-76 казался большим и неуклюжим. Так же, как и Су-76, он заправлялся бензином. Правда, его требовалось вдвое больше. Заправочных пистолетов у нас не было и приходилось через неудобную воронку, втиснутую под верхнюю ветви левой гусеницы, заливать бензин из ведра. Тех, кто подходил к танку с цигаркой в зубах, гнали прочь. Ездить по многу в танке не приходилось, так как переместившись из одного места дислокации штаба в другое, дальше на запад, он в основном стоял как страж с боекомплектом всего из трёх боевых снарядов. Отмечу, что вождение Т-4 было неутомительным из-за лёгкости работы рычагами. Удобным оказалось и сиденье со спинкой. Раздражали только вой шестерён коробки передач и исходившее от неё тепло. Припекавшее правый бок, трёхсотсильный двигатель Maybach заводился легко и работал безотказно. Т-4 был трясучим, его подвеска была жёстче, чем у Т-3, но мягче, чем у Т-34. В немецком танке было значительно просторнее, чем в Т-34. Удачное расположение люков, в том числе в бортах башни, позволяло экипажу в случае необходимости быстро покинуть танк, чего не скажешь о машинах, имевших экранировку вокруг башен. Немецкие танкисты, открыв башенные дверцы таких машин, были вынуждены под прицельным огнём открывать ещё и дверцы экранировки. Многие из них при этом погибали. Даже было их жалко. Но враги есть враги, и нечего им было лезть к нам незваными гостями. Моя служба на Т-4 вскоре закончилась. Вернувшийся прежний механик стал настойчиво добиваться, чтобы его посадили на старое место. Против меня он стал плести интриги. Дескать, Уланов ленив, много спит, машина грязная и вообще личность подозрительная. И добился своего. Место это было тёпленькое. Штаб армии ближе 20 километров к переднему краю не приближался. И тогда меня пересадили на броневичок БА-64. Наибольшее количество танков Т-4 в бою мне довелось наблюдать в сентябре 1944 года. После ночного 80-километрового марша и переправы через Вислу мы зарыли в Капониры 5 Су-76 нашей батареи на километровом участке фронта. С восходом солнца немецкая артиллерия начала обстрел наших позиций, продолжавшийся трое суток. Потом двинулись танки. Тигров среди них не было. Шли в основном Т-4. Атака отражалась противотанковой артиллерии. Мы занимали позиции на левом фланге и непосредственного участия в бою не принимали, так как был приказ себя не обнаруживать. Запомнилось, что оставшиеся целыми немецкие машины отходили задним ходом, причём довольно резво. В подобной ситуации наши танки стали бы разворачиваться. На Сандомирском плацдарме мы простояли до нового 45-го года. 4 января меня вызвали в штаб полка и объявили, что посылают учиться в высшую офицерскую техническую бронетанковую школу Красной Армии. Больше повоевать мне не пришлось.